В Тверской области поисковики со всего мира ищут останки павших защитников Отечества. Международная поисковая экспедиция «Ржев-Калининский фронт» в этом году объединила почти полтысячи участников из 53 регионов России. Также приехали поисковики из Белоруссии и Казахстана. На открытии вахты памяти побывала наша съемочная группа. Пока не похоронен последний солдат, война не окончена, считают организаторы вахты памяти Российское военно-историческое общество. В этом году поисковики развернули лагерь за спиной Ржевского мемориала советскому солдату. Всего в нескольких сотнях метров. Чуть дальше и само место поиска. 20-метровая воронка в лесу, глубина которой составляет 5 метров. Найдено большое воинское захоронение. Нашли его наши коллеги из поискового движения России. Но оно настолько сложное, что их технические возможности не позволили его поднять. А наша экспедиция снабжена тяжелой техникой. Участники начали работать немного раньше. Уже в первые дни в руки антрополога были переданы останки шести героев-разведчиков. Теперь специалистам предстоит большая работа. Отличить их друг от друга и по возможности установить личности этих солдат. Мы спросили у московского антрополога, насколько это реально. Если они сильно отличаются, допустим, если он был намного старше, намного выше или наоборот меньше роста, тогда они хорошо отделяются от других. Так невозможно, так и по медальонам. Среди участников экспедиции – поисковики-военнослужащие из далекого Красноярска. Они занимаются поисками более 10 лет. На Ржевской земле второй раз. Говорят, работа здесь – дело чести и долга. Здесь слишком были кровоправительные бои. Очень много бойцов лежит еще в земле. Надо работать, надо их поднимать, улыбковичить их всех память, чтобы все их помнили и знали. Участники поисковых движений отмечают грамотную организацию акции, в частности техническое оснащение, которое поможет работать на так называемых сложных захоронениях. Официальный старт работы экспедиции был дан 4 сентября – монумент о советскому солдату в Оржеве. Сама идея по себе очень правильная, потому что эта экспедиция, во-первых, поднимает много останков бойцов. Я вам больше скажу, вот этот монумент, который сейчас появился, стал поклонным местом для всей страны. В определенной степени он возник как результат поискового движения. Именно поисковое движение привлекало постоянно к себе память, внимание и масса людей, которые были этим заражены. Международная экспедиция РЖ в Калининский фронт работает на Тверской земле четвертый год подряд. За это время обнаружено 1365 воинов, из которых 95 личностей были установлены. Акция организована Российским военно-историческим обществом при правительстве Тверской области. Как считает глава региона Игорь Руденя, останки наших воинов, которые подняли поисковики, каждая установленная личность – это важнейший вклад в сохранение нашей исторической памяти.